Всем привет! С вами канал Сопроандроид. Сегодня у нас приложение, которое позволит вам сэкономить место на вашем андроид устройстве и сохранить фотки, видео, если вы не желаете выгружать их в облако и пользоваться потом облаком, расходу при этом интернет трафик для того, чтобы просматривать. Все знают, что фотографии на нынешних камерах, да и видео занимают огромнейшее количество места. Вот это приложение позволит вам, выгрузив оригиналы на персональный компьютер или же в то же облако, сжать видео, сжать фото, сжать фото пакетно, для того, чтобы можно было просматривать с телефона. Как вы понимаете, что сжатые фотки, они будут соответственно худшего качества, но все равно вы сможете показывать их своим друзьям и близким, сэкономив при этом место на вашем андроид устройстве. Приложение называется видеокомпрессор. Есть возможность извлекать видео файлы, то есть скачав какой-нибудь видеоролик, вы сможете сохранять аудио из него. Допустим, вы скачали музыкальный клип и при помощи этого же приложения можете сохранить просто музыку в mp3. Давайте рассмотрим, что может данное приложение. Итак, я сделал уже несколько сжатий. Вот фактически видео, которое занимало 91 мегабайт, сейчас мной было немного откорректировано и сжато до 33 мегабайт. Сжатое фото здесь тоже занимает 331 килобайт. Как вы понимаете, оно пригодно для просмотра только на экране вашего смартфона. Здесь фотка была сделана не совсем корректно в темном фоне, но мы сейчас все сожмем и все посмотрим, как работает. Давайте начнем с настроек. В настройках есть изменение сохраненного пути, то есть вы можете задать путь, изменить его по умолчанию, сохраняется в папке данного приложения на SD карте. У меня карта памяти встроена. Если у вас есть сторонняя карта, то есть External SD, можете выбрать этот путь. Ну и упоминание на том, чтобы сняв видео, вы смогли его сжать для того, чтобы сохранить в нужном вам формате. Итак, по фоткам здесь ничего сложного нет. Вам достаточно выбрать лишь фотки. Выбираем, допустим, две фотки. Нажимаем на галочку и выбираем качество сжатия. Вы хотите сжать фоточки, задать размер и нажимаете сжать фото. После чего фотки занимать будут, как видите, перед сжатием 8 и 9 мегабайт занимают 313 килобайт. Как они выглядят, ну, здесь можно будет посмотреть. То есть, соответственно, они не сильно потеряли в качестве для просмотря на телефоне, но они потеряли в размере. Как вы видите, из 8 мегабайт фотки стали весить 644 килобайта. Я еще раз повторюсь, что это только для хранения места. По видео здесь все гораздо интереснее. Давайте посмотрим, как все это дело выглядит. Вам после выбора видео будет предоставлено несколько вариантов. Это обычное сжатие, сокращение плюс сжатие, то есть обрезка, перемотка вперед для ускорения видео, излечение MP3, то, о чем я говорил, ну и, соответственно, проигрывание видео. При сжатии видео вам будут предоставлены несколько вариантов, то есть в высоком качестве всевозможные разрежения. Сбоку указаны процентные сжатия, сколько будет занимать файл. Далее идет низкое качество, соответственно, тоже по параметрам. И изготовленный заказ. Здесь вы можете задать разрешение, задать битрейт и сжать видео. При этом, если вам нужен только сам видеофайл без звука, вы можете удалить аудио. Давайте сейчас же просто моментально сделаем это все и посмотрим, как все это дело работает. Мы выберем высокое качество. Я задам небольшой битрейт, то есть у нас из 100 с чем-то мегабайт получится 10. Процесс и время, которое уйдет на обработку видео, соответственно, все будет зависеть от того, насколько у вас мощный процессор. К примеру, вот так выглядит пережатое видео. Я это видео уже ускорял, то есть удалить аудио. Это мы уже прошли. Далее, перемотка вперед. Тоже покажу, как все это дело выглядит. Вы можете ускорить любое видео. Здесь я ехал на работу и снял аварию. То есть видите, все быстренько работает и все прекрасно извлекается. Сокращение плюс сжатие. Здесь уже есть возможность обрезать нужный вам фрагмент, выбрать, какая часть будет показана и после чего, соответственно, выбрать уже разрешение для данного видео. Как видите, программка прекрасно работает. Все файлы сохраняются на внутренней памяти или же карте памяти вашего Android устройства. Поэтому все довольно-таки прекрасно работает. То есть приложение полностью справляется со своими задачами и позволит вам сэкономить место на вашем Android устройстве. Я думаю, что я ничего не упустил. На этом буду заканчивать. Ссылка на данное приложение будет в описании видео. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok